Мой Бог Иисус мой источник В земле сухой Иисус мой источник В земле сухой Покров во время бури И если враг меня страшит Меня спаситель защитит Знают ли горы предо мной Не бойся, слышу я с тобой Иисус мой источник В земле сухой В земле сухой В земле сухой Иисус мой источник В земле сухой Покров во время бури Мой Бог, Отец Покров святой Покров во время бури Я жажду жить Я жажду жить одним тобой Покров во время бури Иисус мой источник В земле сухой В земле сухой В земле сухой Иисус мой источник В земле сухой Покров во время бури Слава Господа Иисусу Христу Который стает Слава Богу Который является этим источником Воды живой Как мы уже слышали На утреннем служении Среди пустыни Я также хочу передать вам Поздравления От моего дома От моих детей От моей жены Которые Которые Может быть Теперь В это время Смотрят на нас Так же видите Ile macie Еще więcej Братья и систр Теще И в Легнице А также Видите Сколько вы имеете Еще много Братьев и сестер Так же И в Легнице А сегодня Рано Когда встал И читал Слова Божия Сегодня Утром Когда я проснулся И читал Слова Божия Звучием Увагу На слова В Деях Апостолских Я обратила Внимание На слова В Деях Апостола И зазначилем Собие В Библии И помышляем Что когда Будем им Можливое И способность Поделить С этим словом То Милем Прагнение Абе Тыми Вашими Словами Си Поделить И когда Присоедем На Вечерное Згромадение Зобачилем Что те Слова Сон Написаны У вас На Си И когда Я пришел Я увидел Что эти Слова У вас Написаны На стене Так что Зобачьмы В каким Jedном Духу Пан Нас Зебрал Какая Ценна Речь Быть В jedном Духу В едной Свощности В Одном Пану Какая Ценна Быть В одном Духе В Одном Господе Иисусе Христе И И Это Именно Эти Слова В День Апостола 16 Глава 31 А они Рекли Уверь В Пана Jezusа Бедешь Збавен Ты И Твой Дом И Гласили Слова Пауске Ему И Вшеским Которые Были В Его Дом А они же сказали Веруй В Господа Иисуса Христа И спасешься Ты И весь Дом Твой И 32 И Проповедали Слово Господне Ему И Всем Бывшим В Доме Его А еще Хоча Додать До Один Версет З 18 Версет И 11 Версет И Пребывал Там Рок И 6 Месяц Научш Слова Божего И Он Оставался Там Год И 6 Месяц Получая Слово Божие Действия Неееднократно Евангелие Згłosено Так Как Муви 31 Версет Только 31 Версет И Часто Запомина О 32 И Часто Забываем О 32 А Другий Версет Jest Надал Bardzo Важный Он Муви О том Что Najpierw Powiedzieli Увеж Пана Езуса Он Говорит Что Вначале Была Сказана Увер В Господах Иисуса Христа И Належно Нам Память То Что Есть Далее И Принадлежит Нам Помнить То Что Говорится Дальше И Глосили Им Слово Пањске Цале Слово Пана Езуса Его Наук И проповедали Слово Господне Ему Ему И Вшеским Ко Слова В Его Дома Ему И Всем Находящимся В Его Доме И То Дяло Се В В В В В В И Это Происходило В Тюрьме А Потем В Их Доме Дома Тего Стражника Тего В В Доме Этого Стражи Так Видите Длак Часами Ктось Муси Зналесть Се В В В Так Что Видите Как Иногда Необходимо Чтоб Кто Был Находился В тот Момент В Тюрьме Сегодня Молодежь Часто Не Чуве За Собом Отдеху Преследовцев Тих Которые За ними Ходят И Выслеживают И Втеде Теж Не Бадают Докладно Своих Друг И Поэтому Они Не Изучают Свои Дороги Но Одно Хочу Сказать Дорогие Мачи Тут Добрых Брачи Тужи Звязывая Вам Добре Слово И Добрую Науку Свои Добрые Братья Которые Проповедуют И Глася Слово Божие Истинное Сегодня Уже Свидетельство Это Слышали На Утренем Благослужении Что даже Находясь В Польше Многие Смотрят И слушают Это Благослужение Которое Проходит У вас Когда Павел Пошел В Коринфян Они Не 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 Возможности Употреблять Сегодня Того Что мы Употребляем Поэтому Написано Что Пребывал Там Полтора Року И Дисей Есть Теж И так Что Потреба Есть Така Абы Мы Были И Час И Час Пребывали Бо Не Вшенде Можем Доткрыть Интернетом Поэтому Сегодня Не Хочется Чтобы Мы Находились Где-то Определенное Время Потому что Не Всю Даже Может Достичь Интернет Потому что Это Только Дополнение В нашей Жизни Мы Не Можем Разлагать Надежды На Это Поэтому Я Очень Рад С С Рад Могу Лично В прошлом году Моя жена З Другими Сестрами Была В Риге З Нашего Сбору Там Была Экскурсия Брат Роман И Я так Заздростиłem Что Было В Винне Кедысь Но Не Было В Рыдзе Я так Немного Завидовала Потому что Я был в Вильнисе Но не был в Риге И очень много Слышал И мне хотелось бы Быть там Заздрости Но я думаю Что это была Такая Приятная Зависть И помогает нам создать такие ситуации, что мы можем находиться здесь и видеть ваше лицо. Может быть, мы не останемся здесь на полтора года. Но этим Словом Божьим мы хотим делиться с вами, очень сердечно делиться с вами. Но также хотим услышать, что Бог и в вашей жизни делает, и через ваши руки. Во всем Слове Божьем. Тот, который обмыл раны апостолов, он показал им эту веру, тем, которые принесли ему эту надежду в имя Иисуса Христа. И в 34-й версеце еще хотелось бы вспомнить 16-го роздзалу Деюв. Еще хотелось напомнить 16-й главу Деяния апостолов, 34-й стих. Прочитаем, только 3-й главу. Прочитаем, 34-й главу. И приведя их в дом свой предложил трапезу. И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Он уверовал в Бога. Сегодня Бог имеет не одно имя. В тамких часах, 2000 лет тому, люди ввели, что есть какой-то Бог и имели много Богов. В то время люди знали, что есть Бог и имели множество Богов. Сегодня мир забыл, что мир создан рукой Господа Христа. Они забыли, что Бог есть творец и Он создавал этот мир через Иисуса Христа. И этот труд должен дальше развиваться. Он не может остановиться. Мы еще имеем много трудов для создания. И может быть, иногда надо, чтобы кто-то поехал куда-то на полтора года. Но может быть, есть время, когда надо уделить время после работы. И пойти во имя Иисуса Христа, чтобы возвещать Слово Божие. Апостол Павел имел такое поручение, чтобы возвещать спасение людям. И ходил от города к городу. А мы сейчас, будучи даже в одном месте, мы имеем много работы для выполнения, чтобы принять Слово Божие. И мы, находясь в одном городе, имеем еще много трудов, чтобы возвещать Слово Божие. Поэтому, так как вы собирали деньги на Этиопию, и вы будете иметь возможность увидеть, что Бог садил в том месте. И иногда легче дать немного денег, чем посвятить себе свое время. Поэтому мы хотели поделиться еще одной песне с братом Ришардом. И захотеть нас до молитвы. Песнь, которая говорит, «Разпал огонь, Господи». «Разпал огонь, Господи, в моем сердце уже». «Ты – источник жизни». «Ты – источник жизни». «Ты – радость моя». «През тебя темнота становится светом». «А темнота, она как заполняет собой все». «И coraz więcej, и часто в костиоах, в сборах видать сиустр, невиаст. «И так много сегодня в церквах видно сестер». «А мало мужчин, братьев». «Дал бы Бог, чтобы тем, которым поручено это дело, дело борьбы духовной». «Бо то, прежде всего, братья, мэрзови должны нести меч Духа Слова Божего». «Потому что это братья, мужья должны нести эту весть, меч Духа Слова Божего». «Также, чтобы Бог благословил семьи». «И то есть написано, «Зехтий нас отгродить от działания зла». «И мою молитву услышишь в хвили Твох». «И мои молитвы услышишь в хвили Твох». «Во время тревоги». «Может быть, знайте эту песню и, если что, подпоете». «И потом попросим, чтобы мы разом помодлили, чтобы Бог распалил этот огонь в наших сердцах». «И потом мы попросим, чтобы вознесли молитву, чтобы Бог зажег этот огонь в наших сердцах». «Слава Богу». «Слава Богу». «Слава Богу». «Разпал огонь, Паня, в моем сердце уже, нех ясно плоня, палом тебя в цех». «Всёстко, кое посиадам, есть власнощи Твою, нех мне Твои рэнце mocно опиуть хто». «И ж жутлем жица и радости меј, через Тебе темность уже разжащася. «Моје модликты, слышишь хвили тву?» «Езу мјј свапцом, тысь мјј Пан и Бог». «Це чеј нас отгродзић от дзяланья зла, нех да ми покой, мокна рюка Тва». «Цемно свиата тего, вятом свом и свечећ». «Будь при мне, Пане, не отдалайся». «Ты жутлем жица и радости меј, через Тебе темность уже разжащася. «Моје модликты, слышишь хвили тву?» «Езу мјј свапцом, тысь мјј Пан и Бог». «Вечне свиатво Боше, мејц зашвечи ми». «Не тратч надзеји, душо свиатво лћті». «Мој чејць на дзяланьях, гли усвешеш пијсј. Пан јж надзејць, спешдо витаць пијсј. «Ты жутлем жица и радости меј, через Тебе темность уже разжащася. «Моје модликты, слышишь хвили тву?» «Езу мјј свапцом, тысь мјј Пан и Бог». «Укрэтијме до модликты». «В тихий вечер склоняю, я колени втеши, и Тебя призываю, о, властитель души. «Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твоё слово и леј. «Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей». «Я твой голос услышу, твоё слово и леј. «Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные мне бывает легко». «Знаю я, ты ответишь на вопросы души. «Приходи в тихий вечер, о, Иисус, приходи». «Знаю я, ты ответишь на вопросы души. «Приходи в тихий вечер, о, Иисус, приходи». «Приходи в тихий вечер, о, Иисус, приходи». «Приходи в тихий вечер, о, Иисус, приходи». «Светом правды всегда ты, нашу жизнь озари». «Как и Маус когда-то рядом с нами иди, «Разъясняй слова жизни, чтоб горели сердца, «По дороге к отчизне, с нами будь до конца». «Вперед, вперед Господь зовет, Иди за мной на труд святой. Всегда молись, всегда трудись, Всегда борись, всегда учись. Опасно спать или древать, Опасно жить и мертвым быть. Поль в сердце Бог огонь зажжет, Не прячь огня себя храня. Поль в сердце Бог огонь зажжет, Не прячь огня себя храня. И если дать тебе налог, Не зарывай, употребляй. Святой Весок, что дает Он, Не вас верняй, не запятна. Святой Весок, что дает Он, Не вас верняй, не запятна. И будь во всем ты образцом Среди своих, среди чужих. Хоть мало нас, но Бог за нас, Не унывай, не отступай. Хоть мало нас, но Бог за нас, Не унывай, не отступай. Пусть даже враг пойдет назад, Христа забыли, мир вас люби. Но ты иди и не гляди Назад в саду, твой в небе дом. Но ты иди и не гляди Назад в саду, твой в небе дом. Вперед, вперед, Господь зовет, Иди со мной на труд святой. Пусть смелей, трудись дружней, Молись сильней в твой стране. Пусть смелей, трудись дружней, Молись сильней в твой стране. Слава нашему Господу, дорогие друзья! Вначале, прежде чем мы будем совершать определенную молитву, я хочу сделать такое опять повторение или небольшое напоминание. Вот здесь вот лежат листочки бумаги и ручка. Значит, идет запись тех детей, которые будут ехать в июле месяце с 8-го числа. Да, кажется, с 8-го или с 9-го? Юр, с какого точно числа ты не помнишь? В начале июля месяца. Значит, пожалуйста, кто не записал, друзья, записывайте своих детей. Ну и также действует услуга, которая была и в прошлом году, потому что некоторым друзья подходили и сказали, а можно мы отправим своих детей, а потом уже в процессе мы за них заплатим. И они посылали своих друзей, и потом по возможности они оплатили за своих детей. Так что, друзья, эта услуга, она продолжает работать и действовать. Пожалуйста, не забывайте, потому что комплектуются группы, набираются уже учителя, наставники, помощники. Благослови нас всех в этом Господь. Когда сейчас говорил брат передо мною, гость наш из Польши, он просто мне напомнил или заставил меня, мои глаза посмотреть на эту стенку, на эти слова, которые там написаны. Вот давайте мы сейчас, друзья, прочитаем хотя бы первую строчку. «Веруй в Господа Иисуса Христа». Тогда, когда мы просим церковь и наш крик души, Господи, спаси мою семью, помилуй моих детей, мужей, братьев, сестер. Когда мы просим, друзья, вы знаете, что я хочу всех нас попросить, и себя в том числе. Вот когда мы встаем и начинаем говорить эту нужду, давайте мы будем обращать внимание, потому что я сам себя поймал, знаете, на чем? Вот мы написать написали этот стих. И мне показалось, что мы написали, чтобы стена не была пустая, и она была заполненная, и просто красива. Кому трудно читать по-русски, вы можете читать нижнюю строчку, по-эстонски. Кому тяжело читать по-эстонски, поднимите глаза выше свои. Там написано по-русски. Друзья, просто когда мы начинаем просить, давайте мы будем поднимать глаза наши, мы будем просить, и там написано, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой. Господи, слава тебе!» Мы будем молиться за исцеление. Братья и сестры, помолитесь за исцеление. Давайте, друзья, поднимем свои глаза, и тут же прочитаем эти слова, которые ко всем нам относятся. Иногда думаешь, а вообще, для кого это сказано? Для кого эти сказанные слова, которые написаны в Священном Писании? Кто эти слова должен читать? Конечно, для всех нас. Всего лишь навсего, с нашей стороны, веруй в Господа Иисуса Христа. Потому что в Иисусе Христе источник нашей силы, нашего здоровья, всей нашей полноты. Он есть Бог, наполняющий нас во всем. Аллилуйя! Если мы хотим ехать в дорогу, Господи, благослови мою дорогу, братья и сестры, давайте мы просто будем поднимать тут же свои глаза. Церковь молится, а мы читаем слова. «Веруй в Господа, в Иисуса Христа!» И Он будет охранять твою дорогу, Он будет повелевать ангелам оберегать тебя и охранять тебя во всех твоих путях. «Веруй в Господа, в Иисуса Христа!» Сестра Аня, пожалуйста, прочитай вот эти вот первые строчки, а теперь проходи сюда. Ответь, она еле идет. Понятно, друзья, о чем мы будем молиться? Брат Боря, потом, потом скажем. Дорогая церковь, написано, сестра Аня, сюда проходите. Или вам тяжело? Стойте там, стойте там. Давайте мы, друзья, прочитаем эти слова. «Веруй в Господа, Иисуса Христа!» «Братья, пожалуйста, брат Михаил, брат Роман и проходи, пожалуйста». Разъясняй слово жизни, Чтоб горели сердца, По дороге к отчизне С нами будь до конца. В тихий вечер склоняю, Я колени в тиши И тебя призываю, О, властитель души, Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово имей, Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово имей, Все заботы земные Отошли далеко, И в минуты ночные Мне бывает легко, Знаю я, Ты ответишь На вопросы души, Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи. Знаю я, Ты ответишь На вопросы души, Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи. Светом правды И всегда, Ты нашу... Продолжение следует... Хвала, Пану Богу! Слава Богу! Сердечно, еще раз, Витам вас, дорогие сиосли, Дорогие сиосли, Дорогие сиосли, И я очень благодарен Богу, что могу поделиться с вами этим трудом, который совершается в Эфиопии. Под конец этой презентации есть момент, в котором есть показано то, что вы там сделали. Но в самом начале я хотел бы сказать, и передать вам от тех людей, не только от христиан, не только от наших братьев и систров, но также от людей, которые связаны с исламом, которые передали для вас сердечный христианский привет. Было очень интересно, когда по разу первый, стоя над той водой, которую вы совершили, человек каплан из ислама просит нас христиан, чтобы мы помолились Богу, чтобы Бог их благословил. И поэтому я говорю вам, что и те мусульмане, когда мы с ними прощались, передали и в Нарву, в Эстонию, и я цитирую их слова. Передайте им сердечные, и не знаю, откуда они это взяли, христианские поздравления. Нех вас Бог благословит. Пусть вас Бог благословит. Возвращаемся в Ефиопию. Это был первый момент, где мы были в аэропорту. Позже это такая дорога, не знаю, слабо видно, это такая типовая дорога в Ефиопию. Это такая дорога, типичная дорога в Ефиопию. Это дальше, это такая дорога, приезжает булдожер, разгорнет, и потом дальше ездит по ней. Это такой транспорт. На оселках везут сломы, на ослах ввозят соломы, которые режутся на такие мелкие куски, размешаются с болотом, и из этого строят дома. Когда ехали, а это, может, слабо везет, какая стоит бочка. А здесь показана такая бочка. На вверху есть хлеб, сверху лежит хлеб, са овощи, а в бочке солярка. А в бочке солярка. И это такой придорожный магазин. Это дальше дорога, такой вид Эфиопии. Мы из столицы до Бонга, там, где работаем, ехали более 450 километров. Мы из столицы, в другой городе Бонга, ехали 450 километров. Это такой базар придорожный. Это такой базар при дороге. Там есть такой хандель примененный, кто-то преносит кукурыдзе, или там сочевицу, или каву, а отримает что-то другое. Это такой базар, где могут приносить и обменять товаром. А это такие типовые забудования, в которых мешка 80% Этиопчиков. Это такое типичное строение, где живут 80% Эфиоплян. И я потом покажу это больше. Я потом покажу больше. А это наш отель. А это вода, которая была взбирана, а если позже можно было умыть. А это вода, которую собирали, чтобы потом помыться можно было. А это мой покой, где я ночевала. И чтобы дождаться спокойно утро, надо спать за сеткой. Потому что без этой сетки это невозможно. Всякие рабства, мухи и неизвестно, что еще. Тогда будут иметь вкусный ужин. Это следующий такой будинок. Это сейчас место Бонга. Это город Бонга. Это такое строение. Это город. Да, город. Это такой регион, где живут около 1,2 млн. Это район, где живут 1,2 млн. 1,2 млн человек. Это тоже дом, где жилой дом. Там нормально в этих домах mieszкają люди, родины, дети. В этих домах живут люди, семьи, дети. Семь поверьте, что это для воронки, на воронки этиопские, очень богатые люди. Это на состоянии эфиеплян, это в таких строениях живут очень богатые люди, которые живут в таких строениях. Здесь показаны дети, не очень хорошо видно, которые туда приходят. И тут началась наша подружка. И отсюда началось наше путешествие. Потому что там большим проблемом есть вода. Люди не имеют воды, ходят по воде до 5 км, даже дальше. Люди за водой ходят более 5 км. И мы решили в свое время как-то помочь этим людям. Потому что, как видите, стоит разом с нами такой черный человек. Это наш брат. Он приехал в Польшу, чтобы учиться. Женился в Польше. Мешка в Польше. Живет в Польше. И он застроил такое стоваржесение полско-этиопское. Мисейное стоваржесение полско-этиопское. И он организовал такую миссию полско-этиопское. И мы там rozpoczęли такую wspólную работу. И мы с ним начали такую совместную работу. Работа, которая имеет такие три направления. Во-первых, чтобы иметь контакт с верующими людьми. И стараться совместно служить Богу и чем-то им помочь. И третье, там очень много сирот. Там можно в лесе идуть через лес, через бурж, найти неизвестных оставленных детей. И такими детьми мы занимаемся. Oczywiście там братья и сиосы они безпосредственно опекуем, а мы это просто оплатим. И это первое место, которое мы сбудовали. это первое место, где источник, где мы сделали. С этого места берет воду около 1500 человек. И до этого один больница. На этот миллион двести тысяч людей есть один шпитал. И больше ничего. А в этом шпитале работают четыре лекаря работают только четыре доктора и один хирург и один фельдшер, который есть полошником и гинекологом. И гинекологом. И полошником. И педиатром. И это целая обслужа миллион двести тысяч людей. И они станд воду берут. Там хорошо не видно, где дети. Тут хорошо не видно, но внизу, где дети находятся. Там они берут воду, а тут берут воду. Может тут будет лучше видно. Здесь может быть лучше видно. Здесь построено такое сооружение, где собирается вода. Там чуть-чуть выше есть збудованный другой зборник. Есть построена еще одна емкость, где собирается вода. Там была такая каужа, где вода сбираяла. Потому что там была такая лужа, где вода собиралась. И люди от этой воды такой брудной брали эту брюдную воду. Мы там сбудуем первый зборник. Мы делаем вначале первую емкость, до которой всплыла та брюдная вода. Потом врубляем трубами ниже трюб потом соединяем через трубы в другой емкость которая пониже. В этих трубах есть фильтры. И в этом збирнику сбирая ся чистая вода. И уже в этой емкости собирается чистая вода. Где люди приходят и берут воду. Практически в Этиопии это такое целое życie ищи по воде принес отнес и целое все вокруг воды. Та девчонка которая стоит она ходит по воде понад 3 километра. Она практически целый день ее жизни это вода. Рано стоит и по воде. хождение за водой. Утром встает и идет за водой. Обед идет по воде и по по-поуднию снова идет по воде. И вечером тоже идет за водой. это маленькая девочка день не делает 21 километров только по воде. В день делает более 20 километров чтобы сходить только за водой. Понад 10 километров несет тяжелую воду. Где в течение 10 километров несет тяжелую воду. Как видите, дети это их занятие по воде. Тут дети которые ходят по воде. Тут дети именно мальчики которые ходят за водой. Это типовый способ носения транспорта в Этиопии все на голове. Это типичный перенос тяжелый на голове. Тут как человек несет доски. Здесь ребенок несет доски. Тут знову хлопчик несет что-то на голове. Здесь тоже мальчик несет что-то на голове. Тут найдем знову женщину на плечах связанные два тяжелые ворки. Не видно на босака. Идет и несет ворки. Здесь знову видим что-то на голове. Либо на таких оселках. Это такой транспорт в Этиопии. Это такой транспорт в Этиопии. Или здесь как видите здесь на ослах сделаны такие деревянные носилки. И эти ослы везут материал для строительства. Я тоже попробовал нести на голове. Здесь мы видим другое сооружение воды. где тоже мы сделали. В этом месте берет около 3000 человек воды. Здесь стоим. Здесь стоим. Делаем фотографии совместную. А это место, где берется вода. А это место, откуда берется вода. Возьмем. Возьмем. плавает разного рода разных червей, и это и старшие, и дети это пьют. Тут мы видим другие две девочки, которые именно черпают эту воду, вливают в канистры, и эта маленькая девочка, она домой идет 3-5 километра, как она набрала уже воду, то этот маленький, маленькую емкость она несла в руке, а этот большой, она просто тащила по земле, и это ребенок несет 3-5 километра, когда мы смотрели на этих детей, которые ходят так с этой водой, то на самом деле хочется плакать. Это другое место, где есть брана вода. А откуда берется вода? В этом месте есть такая лужа, может быть, может, на фотографии не видно, но поверьте мне, что это трудно назвать водой. Радче можно это назвать помоями. Больше можно сказать, что это помоя. И мы 3 разы спросили, что это правда, что здесь люди берут воду. Оказывается, что около 1000 человек берут от сюда воду. Здесь может быть так не видно, но на компьютере это очень хорошо видно, и может быть, немножко увидеть такие черные как бы точечки здесь на этой фотографии. Это такие страшно смертные робаки. Это такие страшно вонючие черви находятся. И тут люди берут воду. И отсюда люди берут воду. Абы могли как-то прожить. Чтобы могли они как-то пережить. Тут мы можем наблюдать, когда девочка отдыхает, когда несет воду. А это местная стиральня. Там на дуле, там не вышли, чтобы там были, там были kobеты, кумпаыеся. Там внизу мы не пошли, потому что там женщины. Там есть такая маленькая, вонская, такой струмичек плынет. Там узкий источник воды. Они просто там приходят, они там проходят, снимают все, что имеют, и моют это. Сушат. И за ним все вымыют, то высушатся и идут домой. И пока они помоются, оно высыхает, и потом они одеются и идут домой. Это типичные джунгли, через которые надо ходить. Там идут на пехоту. Там идут за пешком. Тут несколько фотографий, которые видно, в каким способом там живут. Видим следующего ребенка, который снова идет под воду. Там дети по-просту очень тяжело работают. А это первый дом молитвы, где были мы в Бонгах. Это фотография с этой церкви. Тут мы работаем. Здесь была такая молитва. Здесь была такая молитва. Очень горели. Эти люди очень горячие. Когда начинается молитва, то эти люди так открывают в способе детинный свои сердца, мы в этом зборстве пережили мы очень интересную историю. Когда мы пришли на богослужение, заметили такую интересную вещь, что когда пели, то вставали из своих десек, таких лабек, то люди вставали из камней. А когда молились, то все садились. Ну и такое другое случилось. Ну и так интересно для нас. Ну и после богослужения мы обратились к пасту. Я говорю, слушай, ну, я хотел бы тебя о чем-то спросить. Если мы били входит в вас, то вы все встаете. Если вы поете, то вы встаете. А если вы молитесь, то садитесь. А он так посмотрел на меня, так немножко подумал. Могу, что так уверил, так было, никогда над этим не думал. А я сказал, я имею еще один вопрос к тебе. В Библии написано, что когда сестры молит или пророкирует, нех накрывает свою голову. В Библии написано, что когда сестра молится или пророчит, пусть покрывает голову. А он так ввиле пумышлял. Он так немножко подумал. Могу, что нигде на то не zwróciłem внимания. Он говорит, никогда не обращал внимания на это. И скончилася наша rozmова. И закончилась на этом наш разговор. И когда уже под конец нашего побыта были мы еще раз в этом зборже, мы еще раз на том библии послушаем. Мы заходим и смотрим, что 99,9% сестра покрыты головой. Смотрим, что во время молитвы все встают. И так себе по-европейски подумал. Но они должны были побеседовать. А что вы, братья, почему вы изменяете? Мы так не научены были. А что вы, братья, мы так не научены. Почему вы так изменяете? Так подумал по-европейски сколько они должны были братья потрудиться там. Я говорю после богослужения к этому пастеру. Видишь, что задают очень много трудов. А он говорит, какой труд? Ну я говорю, молите, встаете, сестры имеют накрыты головы. Ну я говорю, какая работа? Он говорит, какой труд? Я взял место в Писании, прочитал, что Иисус, когда молился, падал на колени, когда молился в Гесимании, встал на колени, не падал и молился к Богу. А мы сидим. И больше ничего. А я говорю, а накрытие головы? А я говорю, а покрывало на голову? Я прочитал в Коринфянам, что так написано. Я прочитал в Библии, что никогда не говорил. Я говорю, и что дальше? А он говорит, а что должно быть? Если написано, то аминь. И все, никаких разговоров. И что интересно в этой Африке, то, что если что-то прочитается из Библии, не имеется больше дискуссий. Не говорят, а мы так научены, а мы так привыкли. Не говорят, а мы так научены, а мы так привыкли. По-просто написано. Просто написано. Аминь. Аминь. Надо исполнить. Это момент, потому что мы там работаем с миссией Стефанус, где брат Микола и приказывает там то, что привезли. Где брат Микола передает то, что мы туда привезли. А то есть такое споткание с губернатором этого региона Бонга. А это встреча с губернатором Бонга. Мы беседовали на тему евангелизации насчет воды. Мы имели возможность с ним немножко поговорить. Это официальная встреча у него. Потом мы имели возможность посетить больницу. Это главный лекарь, главный директор шпитала сидит. Это главврач этой больницы, который там сидит. И он нам показал больницу. И это лаборатория больницы. Нормальный такой слев, где есть вода. Это мойка. больница. Тут есть бутылки кровь. Это лабораториум на миллион 200 тысяч людей. Это лаборатория на миллион 200 тысяч людей. А то есть бадание кау. А это бадание кубки, как с руки. Это анализ. Это микроскоп. Это микроскоп. Тут нарисованы разные бактерии и тут как они выглядят. И этот человек через этот микроскоп смотрит на бактерии маларии или какие-то другие болезни. И на этом полегает бадание. А это рентген. Первый какой-то был выбудован на свете. Это первый из рентгенов, который вообще в мире появился. И потому, что это очень ценное устройство. И поэтому оно очень дорогое очень ценное. Пресветляют или делают снимки только и влочные если есть потребность для женщин в циунге. И только тогда, когда очень редко, когда женщина находится в положении. А это аппаратура УСГ. А это аппарат УЗИ. А это сала шпитальная. А это палата больничная. Так выглядит сала шпитальная. Так выглядит палата больничная. То есть лужко приготовленное для хорего. Это кровать приготовленная для больного. Хорий приходит до шпитала что-либо не спать на спряжинах. А это мама с детским лежит в шпитале. в больнице. Выбачьте, но грязь и вон, которые там находятся это трудно понять. Это человек, который привезен после операции. Жадных знецз Лекарь взял это и дал одну из этих таблеток для этого человека. Я хотел бы, чтобы вы увидели счастье в глазах этого человека. На самом деле еще точно эти таблетки еще ему не успели на него подействовать. Но осознание того, что он что-то получил от боли, то если бы он мог, он взорвался и нас всех обнял. А это родственное отделение. Так что, когда мы посмотрели на условия, где родятся дети, здесь не видно хорошо, но это что-то страшное. Это в другом богослужении. Это на богослужении. Мы могли бы трудиться, братья служили. И снова возвращаемся к воде. Это новое место, где около 2000 человек. В этом месте около 2000 человек потребляют эту воду. Это было еще сделано перед нашим строительством. Эта фотография еще сделана до того, как мы начали строительство. Где-то из этой скалы течет вода, как видно. И теперь там уже есть сооружение. Тут, как видите, снова образ. Люди ciągle с баньками ходят, шукают воды. Тут, как вы видите, люди постоянно с бутылками ходят, ищут, где могут взять воды. И здесь мы ехали в одну церковь, где надо больше трех часов ехать на лошадях. Так что я тоже имела возможность ехать на лошадях. И сюда мы ехали в церковь. По дороге мы имели такой вид. Это наш проводник, который нас проводит по этой дороге. А мы за ним. И это дом молитвы далеко в джунглях. И это молитвенный дом, который находится далеко в джунглях. И здесь мы были на богослужении. Больше 300 человек было внутри. Мы могли переживать что-то чудесное там. Это фотография с детьми верующими. А это дом, в котором нас принимали. И в середине этого дома внутри. Здесь не видно, но здесь на земле печется хлеб. А это уже готовый хлеб для употребления. Хлеб печется так, что на костер они кладут листья банана. На это бросают они тесто. И получается очень вкусный хлеб. А здесь они готовят кофе. Одно, что очень прекрасно. Там никогда не выливают кофе. Потому что когда возьмёт эту очень чистую, вымытую кружку. То есть тяжело потом пальцы от него отрывать. Так что не спаднет и не вылезет. Так что не упадёт этой кружкой и не разольётся. Мы здесь находимся на этом богослужении. Это перед их домом молитвы. И там первый раз мы встретились с хором. Это хор, который прославляет Бога. Это козельница, наглощение. Это кафедра. Это тоже, где мы работали. А это дети, которые все сироты являются сиротами. И этих детей много наших братьев и сестер из Польши финансируют. А тут мы имели возможность на память сфотографироваться с нашими братьями и сестерами из Польши. Кто не поместился, еще с боку стояли. А здесь мы пережили очень интересную ситуацию. Это очень маленькая церковь. Мы их не знали. Мы их не знали. Не договорились с ними никакой встречи. Но они узнали, что белые едут куда-то там в Гильган на богослужение. И они собрали, эта маленькая группа этих людей в доме молитвы. Они не имели возможности с нами найти контакта. И представьте себе, что пять часов. Они молились, чтобы Бог послал, чтобы эти гости посетили их. И когда мы возвращались с этого города, с буши на лошадях, вышел такой мужин из этого леса. И сказал для нашего тумача, что здесь тоже есть небольшая церковь. И сказал, что они уже пять часов находятся в молитве. И мы решили туда поехать. Друзья, мы были очень позитивно удивлены. Той верой этих людей. Это пастор церкви. Я говорю, слушай, а если бы мы не приехали? Мы же не договорились. Но вы же пять часов молились в жаре этой. Что бы ты сказал? А что бы я мог сейчас сказать? Что означало бы, что видочно не было такой Божьей воли? Значит, это означало бы, что не было на этой воли Божьей. Или мы должны были бы обратить внимание, почему Бог не услышал наших молитв. Что интересно, что эти люди, когда случаются то, что они хотят, не так, как они хотят. Они никогда не ищут вины в ком-то. Они просто начинают искать вину в себе. Это не так, что кто-то виноват в том, что что-то произошло. Это я виноват. Что Бог меня не благословил. И такую mentalность их можем увидеть там в Африце очень часто. И такое отношение мы можем увидеть в Африце так часто. Мы так долго не были там. Но такую молитву, как мы там пережили с этими людьми, такую молитву, как мы там пережили с этими людьми, такое благословение живого Бога, что нам казалось, что мы находимся на небе... В горной сале, где Бог хрестил в Духонщаке. В горной комнате. В горной сале, где Бог хрестил в Пятьдесятнице. В горной сале, да? Окей. В горной комнате. Тут от этих девчонок, такие девчонки, которые ждали на нас, приказали квиоты. Здесь девочки... Да, как будто мы находимся на горе... Да, окей. Хорошо. На горе преображения. Окей, братья, спасибо. Дед Бог хрестил Духом Святым. Здесь мы находимся в середине дома молитвы. А тут мы были в школе. А здесь мы были в школе. В школе на 678 учеников. В школе на 678 учеников. Есть четырех научителей. Только четыре учителя. Это кабинет директора школы. Это кабинет директора школы. А это сала. А это... Где дети учатся. Актовый зал, где дети учатся. Это одна из самых богатых школ. Это одна из самых богатых школ. Это все книги на 678 учеников. Это все книги на 678 учеников. Тут тоже был хор. Тут тоже был хор. И здесь этот хор очень интересно пел. Я не знаю, насколько долго это была песня. Но приблизительно до половины этой песни и пел хор. А потом, когда Дух Святой наполнил, то хор соединялся со всех. И я пережил то, что когда-то я пережил в детстве, как Библия говорит. Это было что-то чудесное. Это было что-то чудесное. Это именно в этом доме молитва. И дети. И дети. Тут дети можем увидеть на босака, горы, или летко убранные. Здесь мы можем увидеть дети, которые босиком, легко одеты. Тут как видите. А это игрушки. А это детские игрушки. Это автобус. Я спросил у мальчика, что это за автомобиль. А он сам себе из проволоки сделал такую игрушку. А это самочувствующая машина, с которой играют дети. Вот такие игрушки имеют эти дети. Здесь тоже видим мальчика с такими машинками. Это дети, которые так при домах своих. Это дети, которые возле домов своих. Это фотографии с детьми. Это фотографии с детьми связанные. Дети очень нежные, очень любимые. А в такой способ там мамы носят дети. Вот так мамы там носят детей. Там около 50%... Там почти 50%... Это люди от 15 лет в душе. Это большинство... 15 лет и ниже. И там не найдем никакого вузка, никакой коласки для детей. И там мы не увидим ни одной коласки для ребенка. Просто мамы носят детей на плечах. Просто мамы носят детей на плечах. Это типичная эфиопская жизнь. Это типичная эфиопская жизнь. В этот округлый дом. Не имеет никаких стен. Нет никаких стен. Обок кров. Возле коров. Есть такой покой для гостей. Есть такая комната для гостей. Покой. Такое просто лужко, где могут спать гости. Просто такая кровать, где могут спать гости. Здесь, как видно, это спальня хозяев. Тут слабо видно, что это кухня. Тут слабо видно, но это кухня. Тут есть спальня, где готовят. Это костер, где готовят. Тут висят разные кастрюли. А тут такая спижарня в этом доме. Там, где тримают продукты. Это кладовка, где находятся продукты. И в этом доме. Живет семья родителей и семеро детей. И все, что они имеют, помещается в этом ящике. Все, что они имеют, помещается в этом ящике. В этом доме находится только один вход. Там нет ни окон, ничего другого. И так живет 80% людей. И вот так живет 80% людей. Что интересно, это так вот собирается мед, это улья. А здесь мы имели такую встречу с пастерами церкви. Тоже так в джунглях просто сидели и исследовали. И что еще интересное, так на самом деле выглядят бананы. То, что мы кушаем, это не бананы. Это не бананы. Это что-то похожее на бананы. А настоящий банан находится там, который имеет совсем другой вкус. Вот на такой кисти в стоках. И, дорогие, начинается Эстония. И вот начинается Эстония. Если кто-то может читать по-ангельски, то можете их прочитать. Если кто-то может читать по-английски, то можно прочитать. То-пречитай, глощно брат Саша. Это место, где вы ищете, братья и сестры, за ваши деньги стала выбудована вода. Это местность, где почти 90% живут мусульман. Там очень маленькая церковь пятидесятническая церковь, которая не имеет права до тех пор, а не глощно говорить о Христу. Все люди пили воду из этого места. Такую воду мы еще не видели. Такую воду мы еще вообще не видели. Это не была вода, это была такая густая зупа, которая высыхала и смердила. Мэр этого района или президент этого района сказал нам, что 100% людей болеют кишечными заболеваниями. На разные заболевания кожи. Они, как мусульмане, искали воду и не могли найти. И что интересно, дорогие друзья, происходит? Когда, имея ваши деньги, постановились там, при Божьей помощи, сбудовать воду. И в первом месте, где начали искать воду, на 20 метрах, начала плыть вода. Для мусульманов истинный шок. Они не могли понять. Столько времени в разных местах, в разных местах. И ничего не происходит. И люди верующие поднялись и только коснулись этой земли. И появилась вода. Это ваш колодец. От этого времени не только имеют эти люди эту воду, но эти люди, им была открыта дверь для Евангелия. С того времени, как поплыла эта ваша вода, могут делать открытое богослужение. И ходят по улице и прославляют Бога псалмами. И те мусульмане при этом колодце. Первый раз встретились. Когда во всех мусульманах, их священник просил нас, чтобы мы молились нашему Богу, чтобы Бог их благословил. Эта вода не только дала жизнь для тела, но открыла большое пространство для Слова Божия. Это не можно показать даже на фотографиях. Я даже не могу это передать. Когда там постоянно происходят разные вещи между мусульманами и христианами. Когда там происходят ужасные ситуации между мусульманами и христианами. Рок тому, от момента, когда мы эту воду отдали, то есть полтора года тому назад, в том районе, мусульмане спалили 100 этих хатек людей верующих. Прошло полтора года. Прошло полтора года. Эстония дала деньги. Эстония дала деньги. Была построена колодец. И те же люди говорят, молитесь вашему Богу. Слава Богу. То есть та вода так оградзона, та студня так выглядит. Этот колодец так огражден, он так выглядит. Хотел бы показать, как эти люди подходят к этому колодцу с таким видом благоговением. И помпуют эту воду. И качают эту воду. Это очень чудесно. Это фотография с детьми. Это те дети, которые с того времени пьют нормальную воду. Это так нас привели к этому колодцу. Такая масса людей. Тут есть такие встречи евангелизационные. Это такая встреча евангелизационная. Мы это называли, что отбираем воду. Мы это так называли, что мы... А это те, которые живут в Африке. Дорогие друзья, что я хотела этим сказать. Двери для евангелизации очень широко открыты. Мы первый раз могли сделать богослужения в школах, в больницах. И что интересно, там есть такое право, закон, что нельзя в школах, в больницах, в публичных местах проводить богослужения. Или мусульманские, или христианские. Нельзя этого делать. Но в этот раз мусульмане приготовили нам место на богослужение евангелизационное. Приготовили для нас место для богослужения. В больнице, где мы делали ремонт. Где мы привозили кровать и все, что нужно. И когда мы это все отдали, был президент города. И говорит мне, слушай, я не могу быть на этом встрече, потому что меня выгонят с работы. Я говорю, слушай, то если не на евангелизации, то приятнее будь, когда будем отдавать, то кому мы это отдать? Ну, я говорю, если не на евангелизации, то хотя бы будь тогда, когда мы будем вручать эти вещи. Потому что кому я должен вручать это? Ну, и он был. И он был. Пошел с нами на эту евангелизацию в больницу. Мы его посадили за стол, как президента. Когда попросил о повстание до молитвы, он вначале сидел. Но через момент встал. И на самом деле Бог благословил эту встречу, эти молитвы, эти псалмы. И я не знаю, сказал ли ему кто-то, или он сам начал читать Библию. Но он, как президент в этом христианско-мусульманском округе христианско-мусульманском, говорит такие слова. Я, наверное, начинаю понимать, почему белые христиане приезжают и нам помогают. Потому что в Библии написано, он так официально говорит, Этиопия, подними свои руки к Богу. Для нас это был шок. Человек, который так высказал, он мог потерять все там. Он встал, остался с нами до конца, даже молился с нами, и так как-то что-то шептал там себе. Ходил с нами. Ходил с нами. Размавил. Разговаривал. Запрашивал поновне. Приглашал опять. Дорогие друзья, первый раз мы были в тюрьме. Тюрьма там это не такая, как у нас в Европе. И даже не такая, как в Советском Союзе. Те люди живут там в тюрьмах так, как будто был первый век нашей эры. Как звери в поле. Нормально спят так на земле. Жадных лужек, żadных домков. Бруд, смруд страшный. И там никогда не можно было учитывать евангелизации. И там никогда нельзя было сделать евангелизацию. Если туда приходили братья, то могли разговаривать с кем-то, кого знали. Индивидуальная разговор. И я до этого президента попросил, чтобы нам позволил сделать евангелизацию. Он так выкручивался, выкручивался. Но когда он попал на такого упёртого, как я. Ну, не получилось ему выкручиваться. И слушайте, мы были просто шокированы. Может быть, не так мы, как пастор, который был там с нами. Мы вошли на территорию этой тюрьмы. На эту евангелизацию пришло около 80 заключенных. В этом тюрьме никогда, никогда не пели песни. И мы начали петь псалмы. Начали молиться. Начали молиться. Начали голосовать Слово Божие. Начали разглашать Слово Божие. Когда мы предложили, чтобы кто хочет за него помолиться, мы не считали, сколько рук поднеслось. Но очень много рук было. Эти заключенные начали плакать. Начали молиться. Начали подносить руки вверх. Начали благодарить Бога. Когда этот переводчик начал переводить нам, что эти заключенные говорили, то были, на самом деле, они были очень, очень благодарны Богу. Мы имели только возможность 20 минут там быть. Но евангелизация была больше часов. И в конце пришел начальник этой тюрьмы. И начал просить, чтобы мы уже пошли. Потому что они имеют там свои обязанности. Дорогие друзья, мы не могли этого совершить. Я знаю, что молитвы многих братьев и сестер, я знаю, что Божья милость очень широко открыла там дверь. Вы построили еще один колодец. Только мы еще не дошли. Этот раз мы еще туда не дошли. Потому что это была пора дождя. И там, когда выпадает дождь, практически нет возможности попасть. Если Бог позволит, будем в октябре там, то постараемся обязательно туда поехать. Я сделаю фотографии и передам сюда вас. Так что в сумме, когда взять эти все колодцы, то, что мы, как Польша, спонсировали, то, что вы, как Вы, Эстония спонсировали, то, что спонсировали Немцы, то на сегодняшний день около 40 тысяч людей люди имеют воду. Благодаря христианам. Благодаря людям верующим. Шпитал. Шкода, что запомнила, потому что я еще не покажу. Шпитал, который мы выремонтировали, в больнице, где мы сделали ремонт, в этой больнице, мы привезли более 5 тысяч иголок, шприцов. И когда поставили эти иглы, шприцы, капельницы, и когда это мы передали, лекарь, как раз, этот начальный лекарь, мусульманин, он просто заплакал. Он хотел сказать спасибо, но не был в состоянии этого. А когда мы ему сказали, что наша нужда, чтобы эти иголки, эти лекарства, эти уколы, были обращены именно этим людям, которые просто не имеют денег, чтобы купить себе лечение. Именно тем людям, которые просто не имеют денег, чтобы приобрести лечение. И хочу еще закончить таким свидетелем. И когда мы были в этом шпитале, в положении без сознания. Положили ее просто в коридоре. И никто ничего не делает. Я искал этого врача. И я спрашиваю, почему вы ничего не делаете? Он говорит, что с двух причин. Первое. Это то, что она не имеет денег. Поэтому мы не имеем за что ее лечить. А второе. Мы не знаем, сколько времени она без сознания. Когда мы ее смотрим, то мы видим, что уже плод, ребенок точно мертв. А она тоже, скорее всего, не придет в себя. Мы брысковичнее приказали лекаршу деньги. Мы моментально передали деньги для этого врача. И говорили мне, слушай, зробь все, что есть возможно, со стороны медицины, чтобы помочь этой женщине. И мы сказали, слушай, сделай все, что есть возможно, со стороны медики. А потом я говорю, слушай, мы можем помолиться? Он так долго думал, потому что нельзя, смотря с законом, там молиться. Но потом в конце говорит, хорошо, помолитесь. Мы подошли к этой женщине. Мы подошли к этой женщине. И так просто, коротко помолились. На другой день он говорит, слушайте, что-то произошло. Он прибежал к нам сам и говорит, слушайте, что-то произошло. Она пришла в сознание. Все говорит, что ребенок жив. И когда мы вернулись домой, он позвонил до нашего брата Такеле и снова говорит эти слова. Я их цитую dokładнее. мимо, что я мусульманином, но благодарю вам, белым христианам, что спасли две жизни. Мать живая и ребенок живет. Слава Богу. И, дорогие друзья, я хотел этим сказать, что на самом деле вокруг нас есть много работы и мобилизационной. Я думаю, что то, что мы сделали там вместе с вами в Этиопии, это такая капля в море. Но эта капля в море еще раз скажу, дала воду для более 40 000 людей. эта капля воды для наших братьев и сестр в Этиопии широко открыла дверь для возвышения Евангелия. И эта капля воды дала для размышления этим мусульманам, что такое, что наш Аллах что наш Аллах не помог нам найти воду. Мимо того, что искали в разный способ, а Бог христиан за первым разом дал им воду. И это дало большой плод. И это дало большой плод. И еще одно такое свидетельство короткое. И еще одно такое свидетельство короткое. Мы пришли в такую деревню такой типовой, мужениской, отчетной от света. Такой типичной, отделенной от остального мира, от цивилизации, от всего. И разговариваем с этим пастером. И разговариваем с этим пастером. И этот пастер нас о чем-то попросил. И этот наш пастер нас о чем-то попросил. И говорит, мы, когда стоим перед Богом, приходим до сгромадения, мы, когда стоим перед Богом, когда приходим на богослужение, мы понимаем, что Бог могущественный и большой. Поэтому мы не класчем, не скачем, не прыгаем, не кричим, потому что стоим перед живым Богом. И просим вас, чтобы вы тоже этого не делали. А я говорю, это очень хорошо, потому что мы тоже так понимаем. И это началось на богослужение. Там братья услугивали, поспевали. И когда началось богослужение, там братья служили, пели псалмы. Но когда время подошло к молитве, и когда был призыв, и много братья, и сестры, когда подошли, чтобы молиться за ними, и начали молиться за ними, то в pewnем моменте так, чтобы мы чувствовали внутренне, как будто так почувствовалось, так казалось внутри, как будто дах этого дома, этой лепианки где-то как будто крыша этого дома не стала его. Это не так, что что-то мы видели, но так чувство, что лучи этого Божьей благодати так проникали и касались наших сердцев. И второй раз в Этиопии мы могли быть свидетелями пения в Духе Святом, когда Дух Святой коснулся и белых, и черных, и они вместе славили Бога. Поэтому, дорогие, хотели еще раз в своем имене и в имене братья из Этиопии и в имене братьев и сестерей из Этиопии и тех людей сказать, что Бог благословит вас Господь. И сердечно вас благодарим. А ту вторую студию, которая уже была выстроена и люди берут воду, когда будем там в октябре, то постараемся сделать фотографию и передадим вам. Вы имеете там людей, которые за вас молятся. В той церкви на стене шкода, что не сделали фотографии. Они не могли помнить Эстонию. Они не могли запомнить Эстония и Нарва. То есть такое трудное для них слово. они не могли это выговорить, потому что это очень трудно. Поэтому мы написали на этом здании на стене Эстония Нарва. И они не могли выговорить это. То так интересно, как они молились. То говорили по своему Богу. И пальцем показывали на этот напис. что они об этом молятся. И я думаю, что за это все хвала Пану Богу. И я думаю, что за все это слава Богу. Да благословите Богу. Поэтому заканчиваю я прочитаю одно место из Писала Первый лист до Фессалоницан. Первый глава первое послание Фессалоницан. И тринадцатый версет. Третий роздзял, тринадцатый версет. Первый лист до Тесалоницан. Первый послание Тесалоницанам. Третий Яхова. Тесалоницан. Тесалоницан. Как будет по-русски Тесалоницан? Тесалоницан. 쓸езли. Не JON. Да. linцан. Не верселенцан. Тесалоницан. 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 Т Esалоницан. Папок. чтобы утвердить сердца ваши непорочными по святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. И первый стих четвертой главы. А по за тем, братья, просим вас и напоминам в Пану Езусе, abyście stosовно до отриманного от нас поучения, как маще постеповать и подобать себя Богу, как срештам постепуете, abyście тем более обфитовали. И за тем, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу более в том преуспевании. Желаю вам этого из всего сердца. Нех вас, дорогие сестры, додзи, братья, Пан Бог благослови, чтобы вас Бог благословил, чтобы проникал в вас своим миром, наполнял вас радостью, силой. И Дух Святой пусть ведет вас в открытие объятия Иисуса Христа. Я думаю, что мы закончим молитвой. Мы так сердечно поблагодарим Богу. За то, что вложил и вас Бог в то дело сбавления, будования Кролевства Божьего. Что и вас включил в это благословение, в дело Божье. За то, что маще братья и сестры в Ифиопии, которые за вас молятся. Благодарим Бога, что мы находимся на этом месте. Убогацаны через нашего Бога. Отдай мне Ему славу. Может, повстанем. Встанем. Дорогие сестры. Дорогие сестры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова